Я не буду вам рассказывать про тайм-менеджмент, про который пишут в книжках Глеба Архангельского. Вот вообще не буду. Лягушка, слон, слон? Не-не-не, никаких лягушек, слон, ловно, брось, от сверей вообще ни про что рассказывать не буду, потому что, если вы захотите, вы эти книжки прочитаете сами, они так написаны, что на самом деле, если вы, ну, все вам понравится, если вы с этим сразитесь, вы оттуда заберете. Просто тайм-менеджмент это не про слонов и лягушек, да, это про образ жизни, да, и про ту экосистему, которую вы вокруг себя, собственно, для себя выстраиваете, даже не вокруг себя, а внутри себя. Если в управлении временем, да, и в эту идею не верить для самих себя, она не работает. То есть можно прочитать тысячу книжек, а тут никакого не будет. Я попробую вам рассказать про ту сторону, как в это поверить, да, и во что именно надо поверить для того, чтобы вам от этого действительно была какая-то польза. Я хочу начать, 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 нет, видимо, не начать, с вопроса, я знаю, что это вопрос, зачем вам, вот вы пришли, у вас какой-то вопрос по тайм-менеджменту, зачем оно вам, зачем вам нужно управлять времени, расскажите. Как нужно успеть все, что нужно, как вообще все успеть, вообще все. Не добавляя 2 часа. 2 часа хватило бы, если бы 26 было бы, хватило бы. Как доводить до конца. Ой, да, это вот самая моя любимая тема, да, как начать все и как закончить все. Еще? Как и стихоток, и стихоток, и стихоток. Первое, что я вас расстрою, сразу, и это важно, мозг не работает в режим мультизадачности. Это особенность физиологическая, мозг может выполнять его в один момент времени, только одну задачу. В любом случае, даже когда нам кажется, что мы работаем в мультизадачном режиме, мы переключаемся, то есть на самом деле мозг переключается, потому что канал восприятия, например, если вы пишете документы, параллельно отвечаете кому-то в каком-нибудь чатике, то у вас все равно происходит переключение, потому что канал восприятия один, да, и вы все равно в этот момент теряете ресурс. Поэтому самый такой базовый принцип, то чем больше мультизадачность на самом деле, тем больше меньше успеваете. То есть если задачи выстроены более-менее линейно и, ну, какими-то сегментами, да, вот тут я общаюсь, вот тут я документы пишу, вот тут я снова общаюсь, ну, то есть с какими-то такими слотами, то получается намного проще, потому что у вас не повышается утомляемость. То есть переключение съедает ресурс мозга физиологически, да, требуется больше пепозды, сильнее кровообращения, то человек быстрее устает. К сожалению, мы против этого ничего сделать не можем, да, потому что так мозг устроен, то есть оно так работает. Чем сильнее вы переключаетесь, тем быстрее вы устаетесь. Чем меньше вы переключаетесь, тем медленнее происходит усталость, там, правда, немножко другая еще усталость может отступить, если долго сидеть над одной и той же задачей, то фокус теряется, ну, тоже за счет того, что ресурс съедается. Но мы с вами немножко другого. Управление временем, это, в первую очередь, это образ жизни. То есть, если вы хотите управлять временем, ну, во-первых, временем управлять нельзя, да, вы можете управлять тем, что вы успеваете, тем, что вы не успеваете, тем, что вы хотите, успеваете тем, что вы не хотите. Это, в первую очередь, понимание ваших возможностей, ваших ограничений. Например, кто-то хорошо работает утром, плохо работает вечером. Это я, например. Чем позже в вечер, в ночь, тем хуже я работаю. Я очень хорошо работаю утром, если я выспалась. Для меня важно, сколько я сплю. Я вам рассказываю именно про свою конструкцию. И я вам хочу скажу, что чужая конструкция не работает. То есть вы, в том случае, должны себя проанализировать. То есть, вне зависимости от методологии, которую вы применяете, ну, там есть какие-то методы, можно пробовать и нужно пробовать. А в один момент времени у вас может работать один метод. Через год у вас будет работать другой метод. Через пять лет у вас будет работать десятый какой-то метод. И его надо переподбирать. Это процесс. То есть вы сегодня сели, вы сегодня проанализировали, какие задачи вы выполняете сегодня. И из этого вы делаете выводы о том, как вы будете работать в ближайший месяц, два, три. Да, дальше прошло какое-то время, вы снова садитесь, снова анализируете и снова ищите какой-то подход. Все очень сильно зависит. Например, где-то вы больше времени на транспорт тратите, ну, предположим, по каким-то причинам у вас появляются какие-то дополнительные разъезды. У вас будет механизм меняться. Где-то вы больше дома находитесь, да, это совершенно другой механизм. Вопрос в том, что человек может понимать, что он может, что он не может. В какой момент, например, предположим, кто-то в стрессе хорошо делает много задач, кто-то в стрессе, опять же, я по себе, у меня чем больше стресс, тем меньше я делаю. Да, у меня округляются глаза, и я начинаю бешено думать, за что мне схватиться. И у меня большая часть моего мозга уходит, ресурсы моего мозга уходят на то, чтобы подумать, за что бы мне схватиться, да, и в итоге я ни за что не хватаюсь. Я говорю, ладно, все, завтра. Я для себя поняла, что мне нельзя доходить до состояния стресса. Это мой выбор. То есть, когда я накапливаю кучу работы, да, по какой-то причине вот у меня одно сложилось, другое наложилось, кучу каких-то задач, это значит, я не сделаю ничего. Да, если я сама себя не ограничиваю и в какой-то момент не говорю. Вот я, например, сегодня Маше сказала, ну, она предложила там встретиться, обсудить потенциальный проект. Это до июня, да, хотя у меня какое-то мероприятие будет в конце мая, я знаю, что если я возьму на себя еще какие-то обязательства, то я не сделаю ни то, ни другое. Это моя оценка моих возможностей. В первую очередь, вот человек, который управляет хорошо своим временем, это про, мне под презентацией как-то, окей, если можно, там уже камера немножко переставит, окей. В первую очередь, когда мы понимаем, как устроено наш, то, что вокруг нас происходит. Мое первое столкновение с управлением временем было, когда мне было 12 лет. У меня есть замечательная история. У меня папа, он абсолютно был помешанный на всяких разных новых методиках управления, управлением временем, лидерство и все остальное. Он топ-менеджер, ну, был он сейчас уже топ-менеджер на пенсии, но их право тоже бывших не бывает. И он очень хотел, чтобы я тоже, наверное, что-то выучила. И когда мне было только 12 лет, 13, я точно не помню, было 12. В Москве, там, что было, есть Time Management International, и они проводили в Москве 5-дневные курсы по управлению временем. Мой папа абсолютно не разбирается про то, что там будут мужчины и женщины возраста, там, 35-40 лет, сказал, мне надо то записать дочь, и записал меня туда. Половину я не поняла, ну, просто по причине, что мне было 12 лет, но я получила классный блокнотик. Там на тренинге давали такой блокнотик, как раз, ну, там, не слоны и прочие животные, там был пальчик, из которых лечет кровь, еще что-то, ну, то есть тоже своя какая-то механика была, про то, там, срочные задачи, важные задачи, большие, да, слоны там были, там, слоны были и так далее, то есть какая-то определенная логика, блокноты я храню по сей день. Я им уже, я думаю, что лет 15 как не пользуюсь, но пользуюсь очень долго, потому что это был мой метод организации времени в течение, и по сей день, если я его делаю в других блокнотах. Мне это заставило всю жизнь после этого думать про то, что есть какие-то способы, при которых можно успевать, при которых можно пробовать успевать то, что тебе кажется, что не успеваешь. Сначала мне казалось, что надо составить правильный тудулист. Если составить правильный список дел, будет здорово. Потом я прочитала про приоритеты и решила, что надо список дел составлять по приоритетам. Да, вот у меня в какой-то последовательности важные, менее важные, совсем не важные. Потом я пыталась разделять на квадраты, какие-то выбрасывать дела, да, те, которые совсем не срочные и не важные, и вообще их куда-то отправлять. Потом я стала генеральным директором, стала учиться делегировать. Это такой долгий путь, он продолжается по сей день. На сегодняшний момент я точно знаю, что есть одна история, это про систему приоритетов. Единственный способ управления временем – это система приоритетов, когда человек для себя определяет, что для него в данный момент важно. Но это не написанная на бумаге система приоритетов, а это то, о чем вы думаете. Здесь срабатывает физиология. Если вы о чем-то думаете, у вас на этом есть фокус. И, соответственно, вы будете этому подсознательно уделять внимание. Чем более вещь, ну, что-то находится в вашем мире, да, тем больше вы этому будете уделять внимание. Это не значит, что вы будете сидеть условно и физически это делать, но вы про это будете думать. Иногда нужно подумать неделю, прежде чем за полчаса все сделать. И это, опять же, про анализ самих себя. Я, например, если мне нужно писать статью, если я про нее неделю не подумала, это будут муки адские. Я буду сидеть, писать, стирать, переписывать. Еще раз писать, понимаешь, что я написала не то. Там, копаться в какой-то литературе. Хотя у меня вроде как в голове есть какая-то конструкция. Если я неделю с этой статьей как-то пожила, я сажусь и за час ее пишу. Получается, что я сэкономила, на самом деле, очень много времени. В противном случае я могу сидеть 5 часов, 6 часов, ну, сколько времени будет, на самом деле. Ну, только я буду сидеть, только чтобы ее сдать. Потому что, когда вы о чем-то думаете, ну, это в вашей картине мира находится, оно постепенно начинает забирать на себя внимание. В любой картине, когда мы планируем время, что мы планируем? Мы планируем, в первую очередь, рабочую вещь. А дальше происходит то, что у нас есть личная жизнь. У нас есть дети, у нас есть супруги, у нас есть родственники, близкие, дарами и прочее. У нас есть дела. У нас есть наше состояние здоровья. То есть мы сами, да, наши ресурсы. И в результате мы, к сожалению, переоцениваем свои возможности. То есть мы берем 10 часов, ну, например, в день, да, 8-10 часов. Мы его распланировали под какие-то дела рабочие. А есть еще другие приоритеты. Да, и эти приоритеты, они тоже занимают ваше время. То есть вы тоже про них думаете, наверное, про поехать куда-то, про сделать какие-то домашние дела. И в результате получается, что у вас здесь что-то прошло, то, что вы запланировали, вы не сделали, вас это, простите, долбит. Ну, и увеличивать нагрузку на следующий рабочий день. И при этом вы не сделали ни то, что вы хотели на работе, ни то, что вы, например, хотели еще личное сделать. Система приоритетов – это простройка, что вы хотите, в какой момент, чем вы хотите заниматься. Но честно, да, сколько времени вы хотите быть дома, ну, заниматься домашними делами? Сколько вы хотите заниматься рабочими делами? Сколько вы хотите заниматься саморазвитием? Это может быть в неделю, в месяц, в две недели, в день, как угодно. Кто-то планирует по дням, кто-то планирует по неделям. Я планирую две недели. Я не могу планировать одной недели, потому что у меня есть связки. Что-то я сделала сегодня, например, я сегодня съездила на встречу, через 4 дня я должна отдать результат на встречу, у меня всегда это будет вытянуто в 2 недели, мне так комфортно. Но я вам про это еще расскажу немножко. Если мы не уделяем внимания чему-то, надо проанализировать, почему оно у нас завелось. То есть если что-то постоянно попадает из ваших задач, если вы пишете задачи, если вы хотя бы начали эту работу, вы говорите, мне нужно сделать вот это, мне нужно сделать вот это. Почему я говорю про блокнот? Вы берете блокнот, один отдельный под планирование, под управление временем. Вам важна история, вам не важен конкретный лист с сегодняшними задачами. Нужно понять историю. Вот вы начали блокнот, вы записали задачи, первый список, 20-30, неважно сколько дел. Дальше прошло какое-то время, неделя, вы его переписали, вы выкинули то, что вы сделали, вычеркали то, что вы сделали, вы пошли дальше. Вы смотрите, какие задачи у вас переезжают. Если у вас задача переезжает месяц, то с этой задачей что-то не то. То есть либо вы зря за нее взялись, ну, возможно, да, либо ей чего-то не хватает, либо вам чего-то не хватает. Задачи, которые едут вместе с вами там 3-4 месяца подряд, особенно это про личное. У меня бывают большие проекты, когда я думаю, мне надо срочно напечатать все фотографии из моего телефона и оформить прекрасный и красивый альбом. Два года эта задача ездит по ту-ту-листам, потом в конце концов я говорю, когда-нибудь, больше я не буду это писать, потому что, очевидно, оно мне не надо. При этом какие-то другие задачи я делаю вполне спокойно и они у меня укладываются. Теперь есть система про ценности. Вот есть то, что вы цените, то, что вам кажется важным. Есть задачи, которые мы берем себе и мы никогда их не связываем с системой ценностей. Мы говорим, ну, надо ее сделать. Она откуда-то пришла. У меня, например, моя история, пришла от клиента, пришла от руководителя, пришла еще откуда-то. Вот она пришла, эта задача. Я ее должна сделать. Вопрос, она ко мне какое отношение имеет? Когда наш мозг не может найти ответа на вопрос, какое отношение это имеет ко мне, вот тут начинается так называемая компрастинация. Он начинает аккуратно это отодвигать. Потому что мозг не дурак. Он оставляет ресурс на то, что там сзади бежит тигр. И вдруг, если что, вдруг случится, а у меня тут мозг занят, не тем. И он начинает аккуратно задачу отодвигать. Будет, слушайте, я потом. Давайте потом. Потому что это и нет в общей картине. Как только выпадает задача из системы ценностей, мы ее начинаем откладывать, откладывать, откладывать. Чем сложнее задача, чем она объемнее, чем тяжелее к ней подходить. Вот мы на нее смотрим и думаем, как это можно сделать, тем ближе ее надо привязывать к системе ценностей. То есть сесть и сказать, почему я эту задачу делаю. Зачем мне это нужно. Что мне от этого лично будет. Какое отношение, как я выиграю, я не выиграю, мне нужно что-то из этого, мне от этого что-то, моя жизнь как-то в лучшую сторону изменится. Я себе звездочку поверну, скажу, я молодец, я это сделала. Что произойдет. Потому что иначе очень сложно себя мотивировать. И тогда появляются задачи, долгостройки, которые важные, на самом деле, очень большие, очень сложные. Едут долго с вами, выбросить, вот как я вам до этого говорила, вы их не можете, потому что этого нельзя сделать. И оно висит, висит, висит. И вы опять же теряете силы, потому что вы про нее думаете. Проблема с висящими задачами заключается только в одном. Чем дольше оно висит, тем больше оно съело ваших сил. Вы про это вспоминаете, вы говорите, я забыла. Вы начинаете нервничать, вы начинаете думать, а как бы мне ее встроить в эти задачи. Вы тут начинаете думать, а как бы ее покороче сделать. А как бы ее, может, ночью, а может в метро. А может быть еще как-нибудь. Ну нет, ну как-то надо сделать, она же висит. Чем больше вы думаете, вместо того, чтобы думать, как ее делать, вы думаете, с какой стороны куда ее подставить. и это отнимает время, но не то, что время, а это отнимает именно силы. И когда у меня до задачи дошли, уже оказывается, что в общем сил-то на нее на самом деле и нет. Здесь все начинается с вопроса «Зачем?». Есть прекрасная книжка Саймона Синека, которая, собственно, так называется, «Сюда начинается вопрос «Зачем?», которая объясняет, что только бизнес, но даже с точки зрения бизнеса, только тот бизнес, который всегда задает себе вопрос «Зачем мы это делаем?», этот бизнес выигрывает. У нее есть методология про круги, про круги вопросов, где, собственно, ключевой вопрос – «Зачем?», «Зачем?», «Почему?», в зависимости от перевода на русский язык, почему вы это делаете? Любая задача, любой набор задач связан всегда именно с этим вопросом. Смотрите, вот у меня есть конференция, я вам приведу пример. У меня есть очень трудоемкая история, есть конференция, которую мы проводим каждый год в конце мая. Это такой интересный, но всегда благодарный труд, потому что после каждой конференции, я думаю, что после каждого мероприятия всегда получаешь половину хороших отзывов, а половину демотивирующих, мы их не называем плохими, но, в общем, таких, после которых думаешь, я больше никогда ничего делать не буду. И перед подготовкой к следующему мероприятию все, естественно, всплывает. Более того, когда ты делаешь, как я, 10 лет подряд, хоть, наверное, немножко этот запал, сейчас мы все сделаем, будет классно, он тоже пропадает. И когда я сижу готовить каждое следующее мероприятие, у меня возникает барьер, мне не хочется. Я знаю, что надо, мы ее уже объявили, но мне не хочется. У меня нету вот такого вот желания, вот все, я буду ночью работать, я вот днем работать, я вот хочу этим заниматься. Тогда мы с этим создаем вопрос, зачем мы это мероприятие проводим? Вот мы, наша компания, зачем мы это делаем? Когда у нас сформируется ответ, подготовка на мероприятие, не поверите, занимает дальше содержательно неделю. То есть то, что мы можем тянуть в ином случае месяц, два и больше, как только мы понимаем, зачем, у нас складывается, каких докладчиков мы берем, зачем мы их берем, что мы им говорим, какой сценарий, какие секции, какие темы, оно моментально укладывается в единую стройную картину и не занимает больше времени. Потому что у нас есть генеральный вопрос, и мы проверяем. Вот это мы делаем, это к нашему зачем? Имеет отношение? Ой, нет, не имеет, не делаем. А это? Это имеет, а это делаем. И вот в этой системе оно оказывается, получается очень просто. Если вы пишете материал какой-либо, ответ на вопрос, зачем, дает структуру. Если вы делаете какой-то проект, ответ на вопрос, зачем, позволяет вам его простроить по каких-то определенных, понятных лавшадах. Другой аспект планирования, это про то, как вы себя видите. Человек, который видит себя большую часть времени загнанным, ведет себя как загнанный человек. То есть, если я себя вижу, я ничего не успеваю уже с утра, то к вечеру 100% я получаю, что я ничего не успеваю. Если человек хотя бы с утра, хотя бы чуть-чуть делает вброс, что я сегодня вечером вижу себя человеком успевшим. Хорошо, ну все. Ладно, ну чуть-чуть успевшим, хоть что-нибудь. Да я себя и к вечеру вижу успевшим, успевшим человеком. Потому что, опять же, это подстройка мозга, которая уже не дает вам, он говорит, слушай, ну у меня в картинке, да, есть какое-то представление себя. Да, я вот в эту картинку буду работать. Я успеваю. Позиция, мне недавно там коллега спросил, говорит, как вы успеваете. Я не успеваю. Я создаю у себя впечатление, что я иду по какому-то графику. Ну то есть, что все мною, ну условно, так и контролируется. Хотя моя работа, например, абсолютно бесконтрольная. У меня только за сегодняшний день нападало задач от клиентов больше, чем я успела за утро сделать. И они никуда у меня в план не входили. Вот еще буквально час назад ни одной из этих задач у меня ни в каком плане не было. А это тендер, документы, еще что-то, еще что-то. Ну то есть, это все, что нужно готовить и к чему нужно, на что нужно обращать внимание. И иногда там действительно требуется вот прям сидеть и разбираться, а вообще ничего не хотят. В этой ситуации, если мы все время все говорим, что мы ничего не успеваем, ну там вот установка внутренняя, к сожалению, управление временем, было бы классно, если я могла вам выйти и сказать, сделайте вот эти пять шагов, вы будете управлять временем, да, у вас все будет хорошо. Это внутренний настрой, я успеваю, с него начинается вся остальная картина. То есть тогда, когда вы говорите, я успеваю, вы дальше уже подбираете себе метод, которым вы будете, которым вы все успеваете. Мозгу, однако я по работе занимаюсь нейрофизиологией, много. Нейрофизиологией обучения. Того, как человек учится, как он воспринимает новую информацию, старую информацию, и все остальное, мне приходится разбираться с тем, как мозг работает. Так вот, один из важных моментов, что мозг очень важно чувствовать контроль над своими задачами. Как только это чужая задача, тоже называется, навесили, да, вот мне дали, я это не хочу делать, это мне лишнее, оно мне откуда-то свалилось. Вот эта задача опять же уходит туда, где про прокрастинацию, про некачественно сделанную работу, за которую потом, самое обидное, что потом за это страшно стыдно, да, потому что мы тут что-то потапали быстренько, ну, как бы сдвинули. Вот эти задачи можно поделить на две части. Есть те, которые вы можете принять, есть те, которые вы не можете принять. Те, которые вы не можете принять, вы к ним делаете отдельную оболочку. То есть говорите, я все равно не разделяю задачу, я не хочу ее делать, но мне это зачем-то нужно, через один шаг. То есть не конкретно эта задача, а если я ее сделаю, то у меня, наверное, будет хорошее отношение с моими коллегами, ну, предположим. И тогда мы, вы говорите, я хочу ее делать, это мой, я контролирую эту ситуацию. Вот в обучении это очень сильно заметно. Когда вы берете слушателя, сажаете его там перед книжкой или перед компьютером и говорите, учись, вот отсюда, вот по клеточкам, раз, два, три, четыре, пять, да, вот иди учись. И у него нет контроля, он не может между темами переходить, он не может себе график подстроить. У него мотивация в определенный момент вот так вот падает и все. Ну, потому что это уже не его обучение. А как только вы ему хотя бы псевдоспособами говорите, слушай, а ты выбери в какой-то последовательности пойдешь, да, а ответить мне на вопрос, а зачем тебе это надо? Ну, вот почему ты хочешь это изучать? Почему, что ты из этого хочешь получить? У человека формируется ощущение внутреннего контроля, и у него уже, если она, конечно, не растет вот так, мотивация, да, мотивация к обучению вообще такая очень хлипкая, он хотя бы рот, да, и это уже мое обучение, я за него отвечаю. Да, это по основной проблемой школьного обучения, потому что у нас в большинстве школы, подхода к обучению школьному, ученик контроля над обучением не имеет. Он едет вот под трамвай по рельсам, а ему задание, 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 задание. А на самом деле, даже ребенку в возрасте 6-7 лет, первоклассник, ему уже чуть-чуть какой-то контрольный, должен быть выбор. И ощущение, что это моя задача, я за нее отвечаю. Это очень тесно привязано к тому, что у нас тут с вами в самом неизведанном органе происходит, потому что тогда идет перераспределение кровообращения, перераспределение внутренних процессов. И на то, за что мы контролируем, это наша биологическая история, что человек свою жизнь спасает сам. И тогда, когда он говорит, это относится к моей жизни, он за эту задачу тащит намного больше ответственности. Нельзя не отдыхать. Отдых и наличие этого отдыха каждый день, каждую неделю, каждый месяц, в любом интервале, является основой качественного правильного приема. Замотанный, уставший человек нормально работать не может. Потому что снижается когнитивная способность, и как только она снижается, на задачу, которую вы тратите 30 минут, вы начинаете тратить по 4 часа. И вот тут, то, что называют пожирательными времени, если почитать всякие книжки, на самом деле, единственный пожиратель времени, это отсутствие внутреннего, это неправильное распределение ресурсов мозга. Если вы устали, и вы понимаете, что оно не идет, значит, надо вставать и отдыхать. Это будет в рамках, например, 8 часов, поработали 1,5-2 часа, пошли, походили хотя бы, ну, так, пошевелились. Поработали, пошевелились. Интервал желательно минут 40, на самом деле, соблюдать. 1,5-2 часа, на самом деле, много. Есть такое замечательное тоже про обучение, формулировка, сколько может материала воспринять один слушатель. А ровно столько, сколько его пятая точка может комфортно сидеть на стуле. Как только пятая точка начинает шевелиться, да, и пересаживаться. Это обычно очень хорошо на тренинге видно, когда аудитория начинает двигаться, перекладываться с интенсивностью раз в 30 секунд, значит, надо перерыв объявлять. Все, потому что в этот момент, ну, тело устало, да, и мы уже на задачу какую-то концентрироваться невозможно. Это есть про мелкий отдых, а еще есть крупный отдых. Идея, особенно московская идея, о том, что мы работаем, мы стартапы, мы работаем 24 на 7, 7 дней в неделю, 365 дней в году, и в отпуск вообще никогда не ездим. И мы вот, вот, если ездим, то с компьютером, так сказать, вот, вот, прям на пляже. А эти люди выгорают до куа. Так выгорают, что они потом не могут, на самом деле, себе ничего найти. Или же попадают в очень большой адреналин, адреналиновую зависимость. То есть, когда вот этот адреналин от каждого нового проекта появляется, от следующего проекта нужно еще больше, и еще больше, и еще больше. И в этом случае, на самом деле, эффективность падает. Потому что уже нужно не работать, да, а вот каких-то вот этих эмоций, ну, таких, слишком ярких. Человек должен отдыхать. Есть такой, у всех свой ритм. Кто-то работает 5-2. А, вот 5 дней отработали, 2 дня отдыхаем. Если мы 2 дня отдыхаем, из этих 2 дней мы хотя бы 1 не должны касаться своей профильной рабочей деятельности. Чтобы немножко все вычистилось. Если мы ездим в отпуск, мы ездим в отпуск. Не с компьютером, айпадом, и всеми прочими вещами с собой. А мы ездим в отпуск. Прям вот совсем. С любовным романом, с детективом, с исторической книжкой, вообще без всего, что, кстати, надо полезно, да, вообще без контента, без какого-либо. Для того, чтобы у мозга произошло очищение. Чтобы те когнитивные процессы, которые у вас задействованы, да, чтобы они остановились. Чтобы запустить их заново. Чтобы вы немножко забыли и начали действовать заново. Если, есть такая штука, называется кривая забывания. Человек, когда с чем-то прикасается, он это помнит. Потом, когда вы перестаете этим заниматься, вы начинаете забывать. Но не забывайте, мы вообще забывать, да, там, как мы, например, забыл, не пользуясь иностранным языком, мы его забыли, и все, практически склонить уже невозможно в какой-то момент. Здесь происходит именно угасание процесса. И вот кривая забывания, она строится, ну, у нее, а есть, чем рисовать. Кривая забывания, для какого-то процесса, вот иначе, чем понимаешь, давайте, как раз что-то помнить, да, вы все-таки их знали. Потом у вас распадает, да, ну, вот что, а уходит какая-то информация, лишняя, выбрасывается, что-то остается. Вот вы сказали, отдохнули в выходные, да, вот это вот у вас здесь на неделе было, а вот здесь у вас были выходные. Дальше вы начинаете снова что-то делать, у вас опять уже на самом деле вот так цепи точки, да, вы снова здесь вспоминаете. Не полностью все, а частично то, что нужно. То есть все, что не нужно, ваш мост выбросил. То, что не нужно, чем не нужно пользоваться. Таким образом, он по чуть-чуть высвобождает ресурсы. И в какой-то момент вы определенной задачей, таким образом, нарастает профессионализм и автоматизм. То есть часть задач, которые даются тяжело, это тоже принцип управления временем, надо довести, чтобы их было делать проще. Но отдых для автоматизма требуется обязательно. Это как со спортом, да, если вы занимаетесь постоянно, 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 потом прерываетесь на месяц, то на самом деле через месяц у вас будет результат лучше, на первой тренировке через месяц будет лучше, чем на последней тренировке после длительного, ну там, длительного повторения. Чтобы немножко забыть, чтобы хорошо вспомнить, чтобы ушло лишнее, чтобы осталось только то, что вам на самом деле нужно. Когда человек не отдыхает, не отдыхающий человек, он все время находится в таком излишнем напряжении, где какие-то вещи ему на самом деле мешают работать и делать правильно какие-то задачи. Про то, что нужно говорить нет, но не кому-то, а самим себе. В какие-то моменты не увеличивать самим себе задачу, не увеличивать, не делать то, что вам действительно не нужно. Если вы вдруг понимаете, что вы ничего не успеваете, возьмите час и подумайте о том, что вы делаете. Выбросите то, что реально можно выбросить, только по-честному. А вот сесть и сказать, честно, это можно не делать. Какие-то задачи, которые вас тянут. Голландцы считают, что в любой рабочей неделе у них это фактически на законодательном уровне принято. В любой рабочей неделе вы имеете право минимум 20% времени уделять планированную. При этом оставшиеся 80% вы работаете намного эффективнее, чем если вы не будете это делать. Потому что пересмотр и отказ от каких-то задач и их постановка с другой стороны имеет на самом деле большое значение. Это про внутренние установки. Про какое-то отношение к самим себе. Про обязательное наличие отдыха. Ну, вот правда, я отработала лет 8 в состоянии, когда я себя... У меня отец верит по сей день, который топ-менеджер на пенсии. Он по сей день читает лекции, ну, дома, о том, что менеджер никогда не отдыхает. Вообще никогда не отдыхает. У меня была такая жизненная позиция. Настоящий топ-менеджер никогда не отдыхает. Где-то летом 18 у нас начался конфликт и я съехала. По-моему, основа для конфликта была как раз то, что мне все-таки казалось, надо немножко отдыхать. Чем больше вы работаете, тем на самом деле качественнее и больше вы должны отдыхать. Это самое важное. Это забота о том, чтобы что-то успеть, надо для этого себе ресурс сделать. Из ниоткуда ресурс не возьмется. что я не знаю, как раз то, что я не знаю, это все-таки.